Всем привет, друзья! Продолжаем работать с гантелями и сегодня мы качаем спину. Спину гантелями тоже можно накачать, особенно если они у вас большого веса, то есть килограмм по 15, там две гантели, то вообще отлично будет. Вот, сегодня я вам покажу 4 упражнения, которые прокачивают широчайшие мышцы, которые прокачивают поясницу, большую круглую мышцу спины и так далее. Сейчас мы посмотрим эти упражнения. Погнали! Итак, друзья, первое упражнение у нас будет на поясницу. Мы ее будем качать не с большим весом. Вот таких гантелей вполне достаточно. Встаем вот в такое положение. Потом, когда мы нагибаемся, мы должны сделать спину прямой и ноги немножечко в коленях согнуть. Смотрите, как это делается. Нет, это не становая тяга. Этим мы качаем поясницу. Сгибаем спину вперед, ножки немножечко в коленях подгибаем. Естественно, на усилии, когда мы вверх идем, мы выдыхаем. Когда вниз вдыхаем, вверх немножко побыстрее, вниз немножко помедленней. Как всегда. Все как всегда. А вот второе упражнение, друзья, это у нас будет становая тяга. Я надеюсь, у вас есть побольше гантели. Килограмм по 10, хотя бы по 15, но потяжелее. Потому что становая надо делать с большим весом довольно. Это маленький. Делается становая тяга вот таким вот образом. Ноги ставим на ширине плеч. Встаем в такое положение. Спина прямая, она не должна никогда сгибаться. Спина всегда прямая, иначе сорвете ее. Сгинаются только ноги в коленях. Где-то гантели доводим практически до пола. Делается это вот так. В этом упражнении также качается поясница. Немного качается широчайше. Когда вы тянете, да, у вас широчайшая поясница качается. И задняя часть ноги еще, как бонус. Следующее, третье упражнение у нас будет качать только широчайшие мышцы. Берем гантели таким образом. Встаем в такое положение. Ноги немножко согнуты в коленях. Спина прямая. И делаем вот такие упражнения. В этом упражнении мы должны фокусировать нашу нагрузку, все упор на широчайшие мышцы. Мы должны чувствовать, как они прорабатываются. Это очень важно. Смотрите, в этом положении, когда мы стоим так, у нас гантели прямо. Когда мы поднимаем, они получаются вот в такое положение. То есть... Даже маленьким весом эффективно можно качать наши широчайшие мышцы. Главное дело их нагрузку и упор. Тянуть широчайшими. Не руками, а широчайшими. Следующее упражнение, друзья, это тяга гантели в наклоне. Это упражнение тоже качает широчайшие мышцы, а также большую круглую мышцу, которая находится вот здесь. Делается это упражнение таким образом. Опираемся на что-то, на какую-то поверхность. Спина у нас должна быть прямая, параллельно полу. И делаем вот такое упражнение. Ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф. Ф-ф-ф-ф-ф-ф. Стараемся опять же тянуть широчайшей мышцей, не рукой. У нас локоть немножко должен... Такое чувство, как будто он уходит туда, назад. То есть... Ф-ф-ф-ф. Мы тянем его как будто туда, далеко. Ф-ф-ф-ф. Тем самым мы создаем нагрузку на широчайшую мышцу. Если мы будем просто тянуть вот так, то мы будем качать заднюю дельту. если мы будем тянуть локоть немножечко дальше туда то тогда у нас будет качаться широчайшая мышца вот так вот друзья надеюсь вам понравилось это видео подписывайтесь на канал ставьте лайки будет выходить еще много видео с гантелями не только скоро лето наступит были наверняка брусьях заниматься будем изучать новые элементы и так далее подписывайтесь на канал покажите этот канал своим друзьям пусть они тоже подписываются и вы самое главное не забудьте подписаться а так всем пока до встречи